друзья мои всем огромнейший привет утро понедельника я сегодня чуть-чуть маленько приболела не знаю с обеда пойду не пойду на работу поэтому с раннего утра я кашеварю вот такой наборчик для чихахбили я уже поджарила варится у меня там рисунка и ближе к вечеру я хочу вот такое вот филе ментая такое вот сделать дальневосточная здесь 0 6 килограмма но мы как-то мы как-то брали но мне очень очень и очень безумно понравилось рыболовная матвей кузьмин район вот петропавловск камчатский вот такое вот такую вот величку в общем вечером вечером хочу попробовала сегодня выйти в эфир друзья мои ну видимо то ли рано то ли что в общем никого никого не было один зашел вышел так и так и все но на неделе думаю думаю попробуем попробуем еще раз попытаемся мои вот друзья мои вовсю варится моя рисунка и варки как сядем с супругом кушать конечно же это там у меня все новогодняя декорация так и стоит надо уже наверно сменить может уже свечку деда мороза поставить как вы думаете друзья мои ну это мне безумно это подсвечник эти вот две композиции это six price потихоньку еще маслица сейчас попробую на соль и еще маслица сливочного сливочного добавлю все скоро будем кушать супруг у меня пошел на больничный там потом 16 дней до гуляет еще отпуска ну вот пока что пока что как-то так друзья я опять в нашем прекрасном чудесном парке 3 с работы с работы иду потихонечку такая такая вот прелесть тишина 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 и покой на улице с ума даже никого супер-супер друзья мои вот такой вот парк сегодня у нас понедельник 16 друзья мои всем доброго вечера опять понедельника понедельник продолжается и наверное так и не закончится у меня сегодня опять в общем стою опять мыть надо по сутку посудка видите да все давайте давайте вместе вместе наверное это все утрешнюю утрешнюю посудку всю помыла но видимо и вечерняя вечерняя продолжается или или нет заканчивается сегодня маленько маленько позже позже обычного пришла так а еще и тряпочку еще и тряпочку мне придется брать рассказывайте друзья мои как у вас проходят не так же ли у вас по коже ли понедельник день день тяжелый как как и у меня же сегодня маленечко и приустала приустала если честно пока кто же сам больничном и пока вот дошла дошла до дома помните как-то по лету показывала что не ближний свет сейчас тем более и у нас рано темнеет до ближе ближе у нас погода ближе к зиме уже все пока дошла кажется шла 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 и не было не было конца и края придули вот хочу хочу помыть помыть посуду и и уже и уже речь со спокойной совестью у меня друзья мои посудомойки нет не знаю будет ли перспективах конечно же новая кухня все мечтаю чтобы ничего нигде не валялась не болталась поэтому таким у меня сейчас мою руками и приоритете все таки вот приобрести приобрести все таки приоритете посудомойки думаю мечтам свойственно сбываться как вы думаете как вы думаете правда это или или неправда я все таки верю то что мечты сбываются и мечтайте мечтайте конечно же мечтайте сейчас домой домой по сутку и все таки маленечко наверно давайте давайте поговорим про те самые мечты как как запрограммировать себя на мечту сейчас присяду я там запарила чаек также хочу вам показать какой какой чаек я запарила сейчас сегодня вообще какой-то какой-то понедельник вот он начался у меня до маленьком маленько вроде там стало так осипшая но у меня был и за кровосдачу я брала вот значит сегодня до обеда вообще думала что весь день но уже середина середина месяца делал много все таки необходимо было выйти вот вышло и что-то вот до самого до самого до самого вечера работала с округа уже не стало успокоить чтобы он не забирал так хорошо парки шла мимо парка нашего но вообще прям такая прелесть просто не поверите шла хорошо шла и наслаждалась тем тем самым вечером народу без того все видимо по домам понятно для кого-то самоизоляция для кого-то дистанционное все и работа и обучение но сынок у нас не обучается дистанционно сейчас вот и ждем как бы не знаю Вика у нас приедет не приедет но тоже как бы она в университете тоже как бы поговаривают поговаривают про то что тоже вот говорит мама половина уже университетов закрыли а у них вот еще не не закрывают говорит мама не знаем даже не знаем даже почему не закрывают вот такие вот дела делишечки все мои сейчас сковородку сковородку еще помою и ну и в принципе в принципе все сядем сядем маленечко еще минут пять за кружечкой за кружечкой чая маленько ой ой склади Так, одно и второе. Вот, протереть, переложить тут рядышком плиту, плиту вроде стараюсь тоже ежедневно протирать, чтобы также все было было чистенько, шелковистенько, вот. Все мои, понедельник, день тяжелый для меня, видимо, правда, на самом деле сегодня, на самом деле, тяжелый сейчас еще крышечку, на самом деле тяжелый. Сегодня маленечко. Сейчас крышечку еще. Крышку помоем и присядем маленько, порассуждаем про мечты, про мечты маленько. Недельник, недельник вот такой вот. Ну вот, собственно, и, наверное, все с посудой я поправилась. Оставайтесь со мной, сейчас перейду на стол и опять включусь маленечко, маленько давайте помечтаем вместе. Ой, друзья мои, ну, понедельник, как я вам и сказала, видимо, нескончаемый, еще не 12 ночи, поэтому давайте еще маленечко с вами поговорим, порассуждаем. За чашечкой теплого, ароматного, у меня вот такой имбирный лимонник с яблоком с сайта 101ти. Чаек прямо такой, знаете, лимонник, понятно, и лимонник, но имбирем прямо так остренько-остренько, прямо так во рту. Ну, хорошо, хорошо, за окном маленько такая прохлада, дома тепло, я уже зажгла новогоднюю свечку, все-таки хочется уже, прям хочется, друзья мои. Не знаю, как-то в этом году у меня больше, видимо, быстрее хочется, чтобы этот високосный год закончился, чего-то хочется, конечно, чудес. Чудес, чудес, я всегда жду чудеса, я верю в чудеса, хочется, чтобы этот год все-таки закончился. Хочу, чтобы побыстрее этот високосный год закончился, и в год быка, в год великого друженика мы вступили с новыми силами, потому что много планов, в общем, много-много всего, друзья. Ой, попилаем маленько чаечку, и села-то не просто так, села поговорить, а поговорить о том, что о мечтах, что всегда нужно сочинять мечты, и как же, тут наткнулась на очень интересную статейку, как же запрограммировать себя на успех. Помните, почти 10 лет назад была такая песня у группы Каста, очень популярная? Сочиняй мечты, есть миллионы шансов, скоро будет все сбываться. Так вот, как же, спросите вы, запрограммировать себя на успех? Хочу с вами поделиться простым психологическим трюком, который сработал не только на мне, но не все, конечно, я люблю мечтать, я очень много мечтаю, и мечтам, как известно, вы знаете, что свойственно сбываться, как в какой-то, не помню, какой-то говорилось, бойся, бойся своих желаний, поэтому я своих желаний не боюсь, друзья мои. Вот, и поэтому многие психологи советуют этот трюк для развития своей личности. И в чем же он заключается? Вам дается ровно 20 минут. Для этого нужно взять листочек, ручку и секундомер. За 20 минут вам нужно успеть написать 100 желаний. От самых простых и материальных до целей, которых вы так и не достигли. То есть, все на этом листочке нужно писать все. Например, сесть на шпагат, выучить какой-нибудь иностранный язык, съездить в отпуск, извиниться перед кем-то, да, и это может тоже кому-то надо выйти замуж, жениться и так далее. Временный промежуток для осуществления своих целей – это год. Это своего рода развивающая игра подойдет под Новый год или в день рождения. Кстати, друзья мои, вы представляете, день рождения у меня прошел. День рождения у меня был 11 ноября, с чем я себя, конечно, и поздравляю. Стала я на год взрослей. И в этот год я не знаю, почему, что у меня так сработало. Либо выпала я маленько из этого ритма, либо как, либо, может быть, устала от чего-то. Хотя усталость не надо никому показывать, так же, как и свои слезы, женские слезы. Вот, и представляете, я не загадала в свой день рождения общие желания. Представляете, не загадала, не знаю почему. Но, видно, не судьба. Но ставлю я цели, записываю на листочек обязательно, обязательно записываю. Вот. И, если честно, да, как бы это, ну вот эти 100 желаний, про которых я сейчас вам говорю, как бы записать это несложно, да, вот эти вот 100 желаний. Как бы и времени, если честно, вот этих вот 20 минут. Как бы, видите, писать, писать, писать. И вот вроде бы, да, ну что там 100 желаний, друзья мои? А вот этих вот 20 минут всё-таки, мне кажется, мало. Мало, да, потому что мечты вроде бы много всяких мечт. А чтобы их сложить, сформировать, да, как бы, блин, 20 минут действительно этого мало. Но, это вроде бы условно, да, даётся 20 минут. Но я этот список и потом дальше продолжала, и ещё продолжаю, и буду продолжать. Потому что всё-таки мечтать, мечтать. Да мы просто разучились мечтать, друзья. Разучились. Дело в том, что наши желания не исполняются. И мы не движемся вперёд потому, ну, собственно, и у меня порой так бывает, что мы разучились мечтать, ставить себе цели, быть немного креативными и в то же время сумасшедшими. Мы не в состоянии придумать 100 желаний за 20 минут. И это так. Вот попробуйте, друзья мои, и напишите обязательно, либо в этом видео, либо в других видео. Вот попробуйте, попробуйте. Вот этот вот психологический тест я не смогла сразу написать. Вроде, вроде, да, 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 у меня много всего, но обдумываю, ещё говорю, что обдумывать. Сидела, обдумывала, до сих пор над многими обдумываю. Вот, обдумываю, обдумываю и, блин, и буду, и буду обдумывать, видимо, потому что... Потому что психологи всё-таки уверяют, что такие списки, да, программируют нас и вас, и меня в том числе на успех. Так, да, все желания и цели вы, ну, может, вполне возможно, не исполните, скорее всего. Но если хотя бы 30% из задуманного осуществилось, либо осуществится, то вы на верном пути. Откройте ваш лист ровно через год и посчитайте, сколько всего вы смогли осуществить мечт, цели и так далее. И обязательно составьте новый список. Потому что невозможно всё-таки становиться реальным. Любую мечту можно превратить в осуществимую цель, даже если она кажется нереальной. Как, например, желание получить, ну вот, например, Оскар. Да, вы не просто хотите получить Оскар, а выписываете каждый шаг, который вас может приблизить к цели. Поступить на актёрское, допустим, выучить иностранный язык, держать себя в форме, поехать в Америку, ходить на кастинги и так далее. Недавно смотрела фильм, уже даже не помню, какой фильм, где у одного из героев обнаружили агрессивную форму рака костей. Он жалел только о том, чего не успел сделать. Может быть, знаете, в этот фильм, ну, помните его название, друзья мои, напишите также в комментариях. Вот, представляете, то есть чего он не успел, не успел, потому что он знал, что конец вот-вот близок. Поэтому, друзья мои, я призываю вас к тому, давайте же мечтать. Особенно теперь, когда мы заперты, когда, как бы это ни прискорбно и ни печально звучало, когда люди умирают. И даже в обычный магазин теперь всё-таки, ну, выйти, выйти опасно, просто опасно. Возможно, если всё-таки мы запрограммируем себя на успех, то мы сможем снова перевернуть мир с головы на ноги. А что нам, собственно, и остаётся? Друзья мои, напишите, пожалуйста, умеете ли вы мечтать? Умеете ли вы всё-таки сочинять свои мечты? Я не говорю, что нужно написать вот прямо все-все-все свои мечты. Всё-таки просто вопрос. Умеете ли вы мечтать? А вам, друзья мои, я желаю отличнейшего настроения сегодня, завтра и всегда. Конечно же, продолжение следует. Продолжение вот с такими моими вечерними посиделками. Кому понравилось, конечно же, моё сегодняшнее видео, я прошу поставить лайк. Продолжение следует. И всем до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова